Радио Болтком Пропретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Доброе утро, уважаемые слушатели. Действительно, программа Климат-контроль. И с нами на прямой связи ученый, журналист, пишущий о науке, и популяризатор науки, морской геолог Константин Рангс. Доброе утро, Константин. Доброе утро. Мы неоднократно все время говорили и возвращаемся к одной и той же мысли о том, что вроде бы на словах все, конечно, ратуют за то, чтобы улучшить климат на нашей планете, бороться с загрязнениями. Мы все понимаем, что это процессы, которые угрожают нашему, если даже не нашему, то будущему наших детей, а в принципе, может быть, и на наш век не хватит каких-то... Мы видим, что происходят изменения, ощущаем на себе. Но в то же время каждый раз, когда заходит речь о том, кто будет платить за этот банкет, и когда мы узнаем о том, что все эти прекрасные проекты, меры по сохранению планеты бьют по нашему же карману, все это выражается в том, что повышаются цены на товары, энергоносители и прочее, 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 конечно, тут начинают люди чесать затылки и пытаться искать уже какие-то компромиссы. И вот об этом действительно, о том, что сейчас новые инициативы ЕС, которые повлияют на нашу жизнь очень и очень сильно, вот попросим рассказать Константина Рангса. Добрый день еще раз. Значит, эти инициативы, а именно европейская программа «Переход на углеродную нейтральность», то есть количество углекислого газа, который выбрасываем мы, имеется в виду европейские страны, должно соответствовать тому количеству, которое естественным путем поглощается, ну, например, деревьями. По сути дела, это означает кардинальное уменьшение выбросов, это кардинальный переход на возобновляемые источники энергии, а достижение этого перехода, естественно, самое, так называемое, рыночное, самое проверенное обложение соответствующих грязных источников с соответствующими дополнительными налогами. И вот все это было представлено с большой бомбой европейской комиссии в минувшую среду. Вообще, надо сказать, что вот этой ночью я приехал из Финляндии, и как раз вот этот день представления и день последующий, да, видел и общался с коллегами, как это там воспринимают. И надо сказать, что в отличие от, допустим, Латвии, как я понимаю, там это доклад, это и выступление, представление, правильнее говорить, еврокомиссии восприняли очень, что называется, эмоционально и очень серьезно, потому что это огромный список, в интернете можно найти. Я сейчас не буду даже в детали, в цифры вдаваться, я расскажу об общей конве. Заключается в том, что мы должны быть готовым, что в ближайшие где-то 15, точнее 14 лет, мы уже больше не сможем покупать новые автомобили в Европейском Союзе, которые ездят на дизельных двиг, с дизельными двигателями, или с бензиновыми двигателями, по-моему, даже с газовыми, там будут очень большие проблемы. Так, по-черктически это означает переход, в первую очередь, на электромобили. Вот, то есть, вот понятно уже даты, когда все должно завершиться. Для того, чтобы люди стимулировались и отправляли на свалку свои бензиновые и дизельные монстры, они должны будут платить все больше и больше за бензин. Конечно, интересно, вот, выезжая из Латвии, когда здесь стоит бензин евро 36, евро 37, в Эстонии на 10 центов дороже, а в Финляндии, например, я стою около заправки, а там евро 70. Вот, то есть, значит, на 40 центов больше. Так вот, это будет еще дороже. То есть, идея заключается так, таким цивилизованным путем, но вместе с тем заставить делать выбор. Либо ты платишь много, и тогда ездишь на чем хочешь, ездишь на своем бензиновом автомобиле. Либо, если у тебя нет денег на такие покупки, то ты будешь, в общем-то, покупать электромобиль, либо ездить на общественном транспорте или на велосипеде. Или, вот, может быть, на электроскуте. Я бы тут провел, не знаю, как бы я вдруг напросилась параллель. Ощущение, а давайте бороться за общественный вкус. Если ты хочешь ходить в чем хочешь, то ты должен платить огромные налоги за рваную майку или покупать себе, значит, какие-то вот кардена дорогущие эти вот. А если нет, то ходи голым. Ну, практически, ведь такая же аналогия. Электромобиль, вот, все время мы говорим о том, что эта игрушка, в общем-то, не для пенсионера из Балдераи, то есть, ну, вот, которому нужен иногда автомобиль, чтобы съездить на садовые участки, где у него там какая-то, значит, растет картошечка, там, что-то еще, чтобы, опять-таки, выжить. Ну, вот, значит, если ему нужно съездить, то ему придется осваивать современные приложения, чтобы стать абонентом пользования каршеринга. Ну, как-то так, да. Надо сказать, что Еврокомиссия, что это только еще цветочки с этими автомобилями, да. Потому что, например, Германия и Франция заявили, что срок в 35-й год, они просто-напросто, ну, никак не получится. Ну, это будет крах всей структуры автомобилестроения этих двух крупнейших автомобилестроительных держав. Вот. Но тут надо сказать, что это же касается-то не только, условно говоря, автомобилей, но и электричества самого. Потому что электричество тоже будет облагаться особым налогом то, которое производится грязным способом. То есть, условно говоря, если вы пользуетесь электричеством, которое, в общем-то, сделано в Эстонии на их сланцевой станции, да, то это будет одна цена. А если пользуетесь электричеством, которое произведено у нас в Латвии, например, на гидроэлектростанции, то у него будет другая цена. Ну, в общем, сейчас нужно будет выяснить. Надо сказать, что финны как раз взволнованы еще по тому, что они закупают много электричества из России. А в России известно, что большое количество электрогенераций это электрогенерация газово-угольная. И дальше возникает вопрос, а каким же образом отделить, например, атомную генерацию от газовой генерации? Значит, надо будет думать, и уже есть поручение Еврокомиссии четко рассчитать. Но, скорее всего, для начала будет избран известный путь, повысят цены на все электричество. А типа, знаете, как в том, а дальше потом разберемся. И вот это что означает? Это означает, что как раз вот это импортное электричество, оно может оказаться неконкурентоспособным по сравнению с местным электричеством, которое будет получаться экологическим способом. Вот такой вариант. То есть, сначала у вас с машинами будет проблема, потом у вас будет проблема зарядить ваш электромобиль. Потому что стоит это будет дорого. И все разговоры благостные о том, что вот электромобиль, это дико дешево, они все рухнут. Потому что, ну, нету в данный момент даже ресурса, чтобы обеспечить все эти машины электричеством. Не вернемся ли мы вообще к лошадным каким-то повозкам? Вот насчет лошадных повозок я не уверен, потому что навоз лошадиный при разложении выделяет большое количество метана. И здесь. Да, и тут засада. Но, но, есть одно направление, которое, мне кажется, очень интересно и перспективное. И, кстати, в Латвии мы его можем развивать. Я имею в виду развитие парусного судостроения. Потому что парус, как ни крути, абсолютно экологический движитель для морского судна. То есть, ну, подумайте, вот в эти огромные красивые парусники, вот Крузенштерн, Седов, которые приходили неоднократно в порт Рига, да, их же построили не в средние века, их же построили около ста лет назад и построили в индустриальную, можно сказать, эпоху, просто потому, что они были дешевле. То есть, их использование было дешевле, чем использование пароходов или, например, судов, которые использовали жидкое топливо. Не случайно они достаточно долго, до Второй мировой войны, держали свой рынок. Так вот сейчас и речь идет о чем? О том, что нужно будет бороться с использованием тяжелого топлива на морских судах. Даже газ уже не так, как говорится, перспективен, как использование энергии ветра. Поэтому, собственно говоря, сейчас по строительству, ну, не будем говорить про контейнеровозы, да, там отдельная песня, там просто мы все заплатим за перевозку специальную пошлину. Ну, поскольку контейнеровоз большой, то, собственно говоря, и пошлина получится маленькая. Но на единицу товара. Но что важно? Важно то, что если, допустим, вот туристические суда, туристу придется заплатить еще налог за использование вот этого топлива, как бы, который компенсирует. Подорожают круизы, короче. Да, подорожают круизы. А если у вас парусник, то вы можете предложить очень хорошие условия для вашего, так скажем, туриста. Вопрос в том, что это должен быть не маленькая утлая латчонка, вот, бригантина какая-то там. Это должны быть суда, вот, классно, типа того же самого Крузенштерна, с современными, с современными системами управления парусами. Тогда совсем не надо иметь, ну, большой штат матросов. Паруса могут быть с солнечными батареями. Такое уже реализовано. Например, на яхте Black Pearl. Она, по-моему, в прошлом году проходила у нас в Рижском заливе. То есть вот такая вот идея, она уже выкристаллизовывается, и нужно ее будет воплощать. У нас между тем звонок. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну, вот, с удовольствием сейчас слушаю эту тему. И на самом деле, немножко, знаете, научным абсурдом отдает. Ну, здесь очень много сразу встречных вопросов. Первое, что с авиатранспортом делается? В лету, что ли, уходит? Это раз. Во-вторых, как-то немножко нестыковка со стороны той же Германии, например. А значит, извините, пожалуйста, за выражение, а нафига тогда тянуть вторую трубу Nord Stream, где газ будет? И еще, Польфаген, это уже несколько лет говорит, что в течение 10 лет, то есть это было, значит, уже 8 лет осталось, они 40% своего авторяда уже переведут на только электрические автомобили. Соответственно, здесь сразу вопрос о том, что они, возможно, и лоббируют переход на электрокары. То есть в итоге просто, ну, очень много нестыковок. Спасибо. Спасибо. Я хочу добавить, что получается, что опять эти мультимиллиардеры окажутся выигрыши, их яхты окажутся самыми экологически, значит, чистыми, получается, да? Яхты того же... Да, значит, идея-то какая? Что вот именно вот эти продвинутые варианты, это то, что куда нужно двигаться. То есть, по сути дела, уже обозначено направление. То, что связано с авиацией. Авиация – это будущее авиации. Дирижабль. Это керосин, сделанный из органического возобновляемого источников. Ну, например, вот из пеньков, из древесины. Тут нет никаких шуток. Такой керосин авиационный производится уже несколько лет в Финляндии. Технология отработана. И как раз вот тут-то они, финны я имею в виду, они могут очень хорошо подзаработать, потому что они отработали технологию производства жидкого топлива из древесных отходов. Ну, хватит на всех этих древесных отходов? Ну, вообще, древесных отходов в мире довольно много. Так они просто себе гниют и насыщают атмосферу углекислым газом и метаном. А вот если их собрать и сделать из них керосин, авиационное топливо, то в этом случае, конечно, получится, что у нас авиация будет уже как-то двигаться в нужном направлении. Исследовательная авиакомпания, которая заправит свои самолеты вот этим вот топливом, керосином из сучков, нет, он очень хороший, он проверен. То есть, да, действительно, и сначала на стендах исследовали двигатели, да, все это нормальный, хороший продукт. Но факт, и вот вообще было бы очень хорошо связаться с специалистами, которые как раз приложили в свое время руку к созданию заводов. Это не просто лаборатории, это заводы. Заводов, которые это уже делают. Но вопрос-то в том, что действительно этот процесс будет растянут во времени. Но нужно понимать, что появится вариант, будут самолеты и полеты дешевле, а будут самолеты дороже. Вот в зависимости от того, каким топливом заправят баки данного авиалайнера. Ну, слава богу, что не к дирижаблям мы вернемся, а то я уже испугался. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. А есть технология водородная, то есть бензиновую машину заливают воду, вода с помощью электролиза расщепляется на кислород и водород, и на водороде бензиновый двигатель работает. Вот как эта идея. Почему не проталкивается. Ну, сейчас сочли, что это менее эффективно, чем если просто сделать уже на крупных предприятиях, сделать водород, этот водород закачать в баллоны, и дальше электромобиль, по сути дела, будет питаться водородом и с помощью так называемых топливных элементов. Это прямая реакция, без посредничества, без лишних потей, когда атом водорода соединяется с атомом кислорода из воздуха, образуется вода и при этом выделяется напрямую электричество. То есть вот эта идея, да, и, кстати, существуют электромобили на водороде, например, Toyota Mirai, японская модель, и они это дело развивают. Мало того, вот наш предыдущий слушатель, за который звонил, сказал про Северный поток-2. Так вот ведь уже речь на и чем идет, что будущее Северного потока-2 это транспортировка не только метана, ну, природного газа, как мы его называем, да, но и водорода, который будут производить в России из газа природного, с помощью немецкой технологии будут выделять из него углерод в чистом виде, который можно складировать, который когда-нибудь допригодится, а вот уже водород, он пойдет по этой трубе, то есть Россия превратится в экспортера водорода экологического. Вот этот вот продукт не будет облагаться экологическими пошлинами. И надо сказать, что Газпром-то уже второй год как раз кумекает по этому поводу, чтобы стать как раз производителем столь нужного Европе водорода. А у нас еще один звонок. Здравствуйте. Доброе. Алло. Здравствуйте. А вы скажите, пожалуйста, вот для этих электромобилей, предусмотрены всякие возможности, значит, они могут передвигаться по полосе общественного транспорта, да, потом бесплатные парковки, там, туда-сюда. Ну, и сейчас пока мало, правильно? Вот. А когда, допустим, ставить много гипотетических, гипотетических задуманностей, да, это все будет отменено, да? Конечно, конечно, конечно. Потому что, да, вы совершенно правы, пока их мало, это вот идет процесс стимуляции покупки, да, всевозможные такие кунштюки, приятные владельцам электромобилей, есть. А когда же, извините меня, все владельцы электромобилей, о, тут еще будут новые налоги. Это мы с вами только прошли по транспорту, а не забывайте о состоянии нашего жилья. Еще один вопросик, да, вот тоже немаловажный, да. Насколько я знаю, производство аккумуляторов, да, это довольно вредное производство, правильно? А плюс еще и утилизация этих аккумуляторов, потому что они не вечные, пока не придумали, да, и, кстати, их много, ну, используется на этих электромобилях, да, и они выходят из строя и все такое. Вот, об этом как-то все думают, а то у нас все экология, экология, да, а вот этот момент-то как-то его просчитывают, что это будет вредно, да. Не, ну, это понятное дело, что критики об этом говорят, а чиновники говорят о том, что да, ну, поручение разработать технологию и внедрить технологию переработки аккумуляторов. Ну, понятное дело, внедрить, внедрят. Вопрос, где будут еще эти заводы находиться? Вроде бы с одной стороны выводить за пределы Евросоюза как-то не очень, но будут искать те страны, которые согласятся у себя построить такие заводы. Дело-то понятное, не хитрое. Я про дома, про наше жилье. Наше жилье, прямо скажем, не шибко соответствует стандартам устойчивого развития и качественного энергопотребления. Вот, например, даже в Финляндии, уж на что, как говорится, хорошие они строители и уже очень давно задумывались о том, как лучше сохранить тепло за самые меньшие деньги. У них очень много интересных решений. Одна каменная лата сейчас стоит. Но я уж что хочу сказать, что сейчас, вот буквально после того, как в среду была обнародована вот эта программа, то в Финляндии практически мгновенные эксперты к вечеру на следующий день стали говорить о том, что дома-то наши не годятся, потому что то, что строили раньше и проектировали, и строили, строили исходя из других расчетов по количеству электротепловой энергии, это были расчеты совершенно другие, на другие климатические условия. И по большому счету нужно думать о том, что если теперь вы дадите новую систему, новые цены на электричество, на тепло, естественно, будут другие цены, то тогда нужно как-то по-другому строить и дома, либо их реновировать. А у кого будут деньги на всю эту огромную процедуру? Вот это мы переходим к очень важному моменту, потому что не успели, уже когда говорили об этой, когда была презентация этой программы, уже тогда появился вопрос, и его коснулись, о том, что делать с людьми, во-первых, кто за все это заплатит, а во-вторых, как помочь тем людям, у которых просто физически не будет денег, чтобы сохранить свой уровень жизни при таком резком повороте. Ведь смотрите, по сути дела, речь идет о том, что сильнейший поворот должен произойти в течение ближайших 15 лет. Кто за все будет платить? Ответ простой. Платить будут все граждане Евросоюза. И никто из наших радиослушателей, нерадиослушателей от этого не уйдет. Можно сколько угодно, знаете, сидеть и говорить о том, что все это ерунда, но когда к вам придет новый счет, вам придется платить. Это же понятно. Но ведь, опять-таки, мы все время упираемся в один вопрос. Евросоюз прекрасный, в принципе, выдвигает планы, но ведь планета, она не ограничивается Европой. Есть огромнейшее пространство в Азии, тот же Китай, Индия. И если Америка, та же самая Южная Америка, Африка, если не будут соблюдать все эти строжайшие требования, получать все равно, загрязнение планеты будет происходить, а платить за все будут европейцы. Ну, во-первых, платить будут европейцы, в том числе, и как бы идея эта ведь скрытая, очень проста. Сказано, согласно этому плану, Европа должна стать первым углеродонейтральным континентом на планете. Как бы первым, но не единственным. Типа мы начнем, а остальные подтянутся. Точнее, мы их подтянем, заставим тоже переходить на новые технологии. Потому что мы крупнейший рынок, ну, простите, 500 миллионов человек, и действительно Европа – это 500 миллионов потребителей. Сравнивать даже вот жителей стран Восточной Европы, например, с потребителями Африки, Юго-Восточной Азии или Латинской Америки, бессмысленно. Мы гораздо, как говорится, эффективнее. Но, при всем при этом, тут есть еще один важный момент, о том, что Европа, она вот может позволить себе такие вот мощные энергичные акции проводить. И это ей нужно для того, чтобы стать мировым законодателем технологической моды. Ведь на горизонте Китай, который тоже думает об экологии. Китайцам надоело дышать уже пылевыми пылью из пустынь, которая в том числе многие пустыни рукотворные. Но надо сказать, что у них тоже свои есть разработки, тоже свои стандарты. И вопрос, тот, кто станет первым, кто первый внедрит вот эту схему, знаете, как говорится, кто первый встал, того и тапки. Так и тут. Если у нас будут свои, естественно, европейские стандарты в огромном объеме, вот эти 500 миллионов человек, то те же китайцы, производя свои товары для нас, будут вынуждены действовать и жить по европейским стандартам. А это будет очень хорошо для нашей промышленности. Ох, у нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот у вас, кажется, юбилей, так вот и хочется вас поздравить и отметить. Вот, Пека, вам большой палец вверх, как сейчас модно лайкать, потому что вы всегда берете звонки слушателей или в любом случае, на любой передаче, когда принимаете. Спасибо вам за это. Спасибо вам. У вас есть вопрос. А теперь вот у меня и вопрос к вашему, ну, очень уважаю его, Рангсу, господину, да. Вот, например, я задала вопрос о том, что вот у нас электроэнергия дорожает, и там типа газа того, к нам идет он как-то окольными путями, значит, электроэнергия, все-таки российскую линию как бы обрубают, вот этот вот, да, круг, который был, но она от этого же удорожает, а получается, что все равно Россия поставщик разнообразной энергии. И вот, и тоже, да, а воду не переработают, все, ладно, у нас вода есть, в России много, а как же там Африка с этими электродвигателями, да, и другими двигателями. Вот прогресс прогрессом, а там все равно будет, как сказать, что, ну, мы знаем здесь. Спасибо большое. Спасибо. Да, сложно представить себе вот африканскую страну, которая перейдет на электромобили и на все вот европейские... Ну, нам сейчас нужно думать не об африканской стране, а нам нужно думать о том, что будет происходить с нами. Вот сейчас, например, Еврокомиссия говорит, что будут организованы программы поддержки тех людей, которые потеряют, например, работу, у которых будут проблемы, которые не могут, не смогут оплатить, например, те или иные услуги, которые общественные, в связи вот с этим переходом. Ну, вот, например, тот же самый пожилой человек, которому нужно ехать на дачу, а он не может себе позволить купить электромобиль. Вот тут, конечно, тут будет, с одной стороны, государственно-частное партнерство. Ну, например, кто-нибудь придумает электротележку. Вот в свое время был такой мотороллер «Муравей». Вот мотороллер такой, ну, можно там картошку, три мешка или четыре картошки загрузить в него, было там лопату, все пятьдесят, и он потихонечку, он на бензине был, а сейчас может быть такой мотороллер на аккумуляторах. Вот, вот уже как бы такая вещь. И вот можно выдавать в качестве социальной помощи человеку солнечную батарейку, чтобы он этого электромуравья заряжал, да. Вот кажется смешно, а на самом деле нужно к этому просто понять, что мы выбираем те правительства, которые это все внедряют, да. И, кстати, я хотел бы обратить внимание, что в той же самой Финляндии оппозиция, вот, а там и христианские демократы, истинные финны, это, так скажем, национально ориентированная политическая сила, они уже выступили с вопросом, и точнее с неприятием этой программы, которую Брюссель презентует, заявляя о том, что это нанесет огромный ущерб очень многим людям в Финляндии. Это, там будут проблемы с лесной промышленностью и с материалами, да, проблемы с бумажной промышленностью, там проблемы будут с жильем, вот опять, вас потребует, чтобы вы там имели жилье особого сертификата, а вам нужно обшить, получится, весь ваш дом каменной ватой, толщиной 15 сантиметров. Откуда у вас деньги обшить этот дом? Нету денег, да? Тогда, значит, вы платить будете по более высокой ставке. Тогда вы не можете платить, значит, вам нужно будет оказать европейскую помощь. Откуда эта помощь возьмется? Естественно, из налогов. Налогов на промышленность, на бизнес, на тех же самых граждан. То есть, надо сказать, что сейчас уже сразу же не успели презентовать эту большую программу, как уже сейчас появились люди и политические организации, партии, которые стали ее критиковать. И вот это очень важный момент. Скорее всего, это может оказать большое влияние на расстановку политических сил, потому что каждая страна сейчас уже видит какие-то для себя выгоды, потому что любой проект, любая программа в Европе это компромисс. Так вот, они ищут для себя выгоды, но и понимают, где их слабые стороны, где они могут здорово проиграть. И поэтому, если, например, у власти партия, представляющая интересы городского населения в первую очередь, и мало думающая о том, что происходит на селе, то в этом случае, скорее всего, будут и приняты, и она поддержит решения, которые сделают козлами отпущение именно селян. Ну, их мало там, ну, что там, господи. А вот если, допустим, к власти придут центристы или, так скажем, сторонние, так скажем, партии, представляющие население, так скажем, провинциальных городков и села, то, естественно, они будут биться в Брюсселе, в Страсбурге, естественно, уже с другой, так скажем, с другой повесткой. Возьмем Польшу, где очень сильно лобби, очень мощное лобби, именно как раз сельско-фермерское. Так что я хочу сказать, что сейчас мы еще оказываемся перед лицом новых изменений. Пока мы сидим, паримся от жары и молчим. Но когда придут новые программы, новые счета, у нас пока столбики волновали в Рижан, а когда появятся новые парковки, только для электромобилей, за счет тех парковок, которые для обычных, или что-нибудь еще такое придумается, то тогда, несомненно, мы начнем возмущаться. Весь вопрос в том, что это должно возмущение выливаться в политическую деятельность, например, ходить и голосовать, а не сидеть на кухнях и переживать или звонить на радио и говорить, как же все плохо, что они там понапридумывали. Напридумывают они, потому что это можно придумать, это вот поэтому и придумывают. И учтите, что очень много людей, которые прикидывают, что они смогут хорошо подножиться на всевозможных этих самых новых технологиях, новых внедрениях и прочих приятных вещах. Еще, наверное, уже последний звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Алло, еще раз здравствуйте. Вот скажите, говорится о том, что мы в правительстве там выбрали и все такое. Ну вот насчет голосования. Я не верил в эти голосования, потому что потом эти маленькие партии объединяются в коалиции и та партия, которая выиграла, опять, как говорится, в оппозиции и все такое. Потом, почему у нас решаются проблемы одним каким-то чиновником. Один взял и придумал понатыкать весь город этими столбиками, да, для, ну вот эти дорожки, потом эти островки и все такое. Я на минуточку так посмотрел, да, в интернете, сколько стоят эти столбики. Вот один столбик там стоит что-то порядка от 32 и выше евро, да, за один столбик. Плюс, мешает ездить скорой помощи, допустим, ну, ограничивать. А мы просто говорим не про столбики все-таки, вот если можно ближе к теме. У вас есть вопрос? Я понимаю, я к тому, что наше правительство, да, решает за нас вопросы, да, с которыми мы не согласны. Надо напомнить правительству, что они слуги народа, а не народ слуга у них. Хорошо. А у меня сразу возникает вопрос, действительно, латвийское лобби может ли существовать? Можем ли мы отстаивать какие-то свои интересы, найти интересы Латвии вот в Евросоюзе? Или у нас все-таки политики к этому не приучены, и больше они как бы так вот взяв под козырек соглашаются? Я думаю, что сама по себе одна Латвия в Евросоюзе мало что может сделать, но нужно посмотреть, в Евросоюзе есть страны близкие к Латвии и по истории, и по развитию экономики, по структуре экономики, например, и необходимо, так скажем, межгосударственное внутри Европейского Союза это никому не запрещается сотрудничество, чтобы выступать каким-то одним общим, какой-то общей позицией, потому что одна Латвия, голос одной Латвии в Брюсселе это одно, а когда, допустим, выступят 5, 7, 8 стран, то это будет уже совершенно другое, и тут не стоит, как говорится, считать, что вот мы чуть ли не Северная Европа, ну мы не Северная Европа, будем быть откровенны, вот, кстати, опять-таки, насчет влияния политики и городских властей взаимодействия, в Хельсинки, в Хельсинки уже раздувается очень сильно, это большой город, примерно две с половиной Риги, так называемой большой Хельсинки, да, это там Хельсинки, Ванта, Эспо, Кауни-Айнен, Сипо, огромная территория, и вот там думали-думали, вот, а как с одной стороны облегчить транспортировку людей, а с другой стороны, там метро есть, развитая система железных дорог, поезда ходят в аэропорт, подземные там парковки, для него, по этих самых, есть парковки, станции, так вот решили, что нужно трамваев больше сделать, почему, потому что выяснилось, что с одной стороны трамваи уже и так есть в Хельсинки, то есть есть работники трамвайных депо, которые знают, как трамваи развивать, как их обслуживать, как водить, трамваи легко автоматизировать, компьютеризировать их движение, трамваи не беспокоя, не создают пробок, то есть масса от них удобств, и вот они после опроса населения приняли решение, давайте-ка мы сделаем больше хороших современных скоростных трамваев, вот они сейчас идут, в следующем году должны закончить огромную линию, там чуть ли не под 30 километров, которая будет как раз с одного конца города идти в другой конец города по окружности, по окружности, то есть того и рода есть кольцевые три линии, а есть будет еще кольцевая трамвайная линия, вот мне кажется, что как раз вот этот важный вопрос, что должно быть взаимодействие руководства города и его жителей, нужно спросить, что вам нужно, вам нужно ливневую канализацию в первую очередь, ну сколько про это можно говорить, или столбики, и если население скажет, что давайте что-то решим с этой ливневой канализацией, потому что вот как вот тут было недавно читал интервью специалистов наших латвийских метеорологов, которые говорят о тенденции, которая на цифрах наблюдается, увеличивается температура, увеличивается количество осадков, и эти осадки залповые, значит, нужно реально построить новую ливневую канализацию, и это будет то, что поддержат люди, и людей надо спросить, а когда это делается, вот мы такие умные, мы решили столбики поставить, ну хорошо, поставили вы столбики, а людей, это же ваши горожане, вот в чем дело, и если мы говорим, смотрим на Европу, как образец нашего развития, то нужно помнить, что в Европе как раз городские, ну город, это всегда было собрание горожан, которые выбирали свое руководство для того, чтобы это руководство выполняло наказы этих самых горожан, я что-то не слышал, чтобы у нас горожане в массовом порядке требовали установку столбиков, поэтому мне кажется, что сейчас мы просто уже на этой неделе произошло очень важное событие, вот, обозначили, что в ближайшие 15 лет мы должны будем затянуть пояса и начать жить экологично, по-новому, с наименьшими выбросами, вот, и у нас теперь четко обозначено направление и направление нашего думания, что мы будем делать в следующие годы, как утепляться, как, значит, перемещаться, где жить и чем вообще заниматься, как на эту жизнь зарабатывать, пожалуй, вот. Константин Рангс и программа «Климат-контроль» на радио «Болтком». Еще раз всех поздравляем с 14-летием, с днем рождения, также и вот Константина Рангса, с днем рождения, и радио. Всего доброго, до следующей пятницы. Радио «Болтком».